Всем привет! Сегодня видео о пересадке, о субстрате вот этих мини цимбидиумов китайских. Вот это был один цимбик, а тот цимбидиум из Японии. Анюта мне присылала, его я переваливала, а этот я покупала. Ну, все по порядку. Значит, вот этот. Сейчас это два растения, а это было одно растение. Сейчас посмотрите, какое было. В марте месяца этого года я ездила на выставку Вахина. Есть у меня видео об этой выставке, и то, что я там купила, и заказ из Эквадора. Вот перед вами в этот цимбидиум, который поразил меня красотой своего цветочка. Вот так он называется. Вот. И он посажен был в пластиковый горшочек, и я его собиралась после цветения пересадить. Что там у него за субстрат, я без понятия. И как часто, когда я пересаживаю, то спотанно получаются какие-то корректировки по заставлению субстрата, не так, как обычно я сажу. Ну, в общем, сверху у него вот эта крошка пробковая, а внутри, когда я открою, потом посмотрите, что было. И Светик из Франции сразу мне сказала, если будешь делить, я первая на очереди. Ну, и мне тут казалось, что все-таки у него там ни одно, ни один кустик, а несколько, что впоследствии так и оказалось. И два теперь у меня цимбидиума, один мой, а один, когда Света вернется домой, отправлю ей. Вот, вывалила я его из горшка, и что мы видим? Личуза. Личуза, и корней там вот не сильно и много, но когда он сидел в горшке, то казалось, что горшок аж распирает. Я думала, там корни мерено-немерено. Вот, и он у меня стоял под открытым небом, все мочился и намокался, и тем не менее, посмотрите, корни довольно хорошие. Много очень растущих. Я приготовила субстрат, как обычно, посадить его, но так как он уже тут в этом субстрате хорошо рос, поэтому основная часть из субстрата будет вот эта крошка, потому что она смешалась, когда все высыпалось пробковое, и сама лечуза. Лечуза мокрая-мокрая, вот видите, крошки сколько. Ну, для аэрации хорошее будет дополнение в субстрат. Корешки замечательные, очень много новых, но видно, что он был, как вы, не совсем уже давно так и пересажен. У нас даже, видите, смотрите, образовалась одна беременная псевдобульба. Кто-то опылил. Но он так пах, я даже и не удивлена, что его кто-то опылил. Тогда насекомы много летало. Корни замечательные, и пытаюсь я сейчас его посмотреть, как его разделить. Там есть какие-то корешки, видно, при пересадке старые, которые отмерли, я их тоже удалю, отрежу. И вот какие-то тоже корни, как паутина, ну, наверное, какое-то растение там росло вместе с ними. Вот. А в принципе, замечательные корни. Много новых. Вот старые начинают ветвиться, и у него очень много новых ростов. И молодых. И почему была пробка присыпана сверху? Потому что, вот сейчас, видите, молоденький ростик. Сейчас я наведу резкость. Я извиняюсь, щит орет, как ненормальная у нас, когда ее куда-то не пускают. В общем, он был посажен в субстрат из лечузы. А сверху, хорошо, довольно таким словом, наверное, сантиметр, может, немножко больше, была присыпана пробка. То есть, когда он поливался, пробка-то не впитывает влагу, так вода просачивалась. Эти молодые ростики, они были под пробкой, совсем маленькие, беленькие, сейчас покажу. Света еще не видели, поэтому они беленькие и были. Ну вот, перед вами уже два кусочка. Разделились они совершенно замечательно. Отделились это, как я и приполовала, было два растения. Даже они повредились, корешки. Ну и сейчас я готовлю, в какой же горшок посадить? Переготовила вот два высоких. Конечно, нет у меня таких китайских, специализированных или японских. То, что покупаю на блошинном рынке, потом использую для орхидеи. Но высокие и глиняные. Муж уже сделал отверстие, и вот один, наверное, посажу сюда. На дно, как всегда, камни же положу. И этот субстрат, как я уже сказала, я не буду садить уже чисто в свой субстрат, который я приготовила. Вот он. И домешаю просто еще этой лечу. А этот субстрат такой тут, как обычно я мешаю. Кора крупной, средней фракции. Потом вот этот субстрат, который я покупала у Иры, когда была в Греции. Там он на основе какого-то тоже гумуса. С какими-то питателями, веществами. Вот, тоже там и кора присутствует. Какие-то элементы перлита. Добавила я еще корни папоротника. И сейчас просто набросаю такой, видите, крупные кусочки коры. Такой он довольно рыхлый, хороший. Цимбы любят такое. Вот. Мне иногда кажется, и котлеи в таком будут расти. Только если правильно, хорошо поливать, то будут только жиреть. Вот. И сейчас я досыплю этот субстрат. Не субстрат, а вот эту лечизу, которая была. Все-таки там осталась флора, корни в ней хорошо росли. При обследовании. Смешаю хорошо и будем садить. Сейчас я покажу, вот когда смешается, хорошо. То есть субстрат, как бы там, он все равно такой грубый для цимба. И в то же время влагоемкий, и в то же время питательный. Ну что, эти горшки не настолько большие, тем более к низу зауживаются. Вот видите, какой рассыпчатый, рыхлый, много-много. Почти всю высыпала я лечизу из субстрата. И так я думаю, рассчитываю на два горшка, потому что светлую деленку я посажу в пластик. Как и было, мне так будет легче его отправлять ей почтой, чем керамику. Но и она сказала, что у нее есть специально. Ей Аня из Японии выслала японский горшок для цимбов. И один свободен, вот как раз он для него и будет. Вот такой хороший получился субстрат. И сейчас будем садить. Субстрат-то немножко и влажноватый. Я немножко чуть-чуть сбрызнула. Я не думала, что сам субстрат, в котором сидел сам цимб, тоже был очень влажный. Потому что лечуза была влажной. Но это как раз очень хороший такой. Слегка влажный, посадить орхидею, а потом полить. Завтра, наверное, я их полью каким-нибудь укоренителем сразу. Видите, как он рассыпчатый, рыхлый. И много-много гравия, камней. Ну, это лечуза, состав ее такой. Вот на дно я все положу, как всегда, камни. И крупные куски коры. Это как дренаж будет. Вот пару корешков буквально всего, которые, видно, старые у него были. Они такие совсем полые. Я их отрежу. Всего две штучки. А все остальные, ну, прелесть. Те, которые покоричневее, наверное, постарше, а совсем молоденькие. Вот и очень много новых корешков, кончиков, которые растут уже старые корни. А вот и сам он беленький ростик, который был прикрыт хорошо пробкой этой. Еще раз осматриваю корни. Все в порядке, все хорошо. И сейчас пойдем в горшок. Так, горшок. Там на дне тоже отверстие есть. Ну, как всегда, я уже говорила, камни. Потом крупная кора. Такая хорошая. Грецкие орехи даже больше. Вот. Корни длинные растут у цимбов. Я вообще, когда вытащила его из горшка, я ожидала там такое сплетение корней, ну, как обычно. Да, тут вытащила, то есть много субстрата, корни есть, довольно хорошие корни, ну, приличные корни. Нормально, но ни такого сплетения я не увидела. Поэтому посадить его будет удобно. Вот все, что я выкинула. Вот. Аккуратненько сейчас. Корешки влажные, потому что был влажный субстрат, и они такие хорошо податливые. Аккуратненько в суп, в горшок. Не получилось сразу хорошо. Сейчас еще раз. Вот. Так, чтобы не повредить эти корешки, я думаю, что я их и не особо повредила. Там уж какие-то трещинки есть, я просто его аккуратно... Даже он без субстрата хорошо стоит. Вот. Ну, и теперь правильно его поставить, правильно распределить и засыпать субстратом. Хорошо так, плотно. Плотно почему? Потому что, ну, во-первых, надо так, чтобы хорошо, все уже знают, да, закрепить субстратом или там дополнительно какие-то крепления, чтобы растение не шаталось, не валялось. Тем более, корни у него уже хорошо растут дальше. Ну, и этот субстрат, он очень такой рыхлый. Его набить плотно, он потом все равно уляжется со временем, и, может быть, придется еще досыпать. Ну, и вот так вот шустренько-быстренько я его сейчас засажу горшок. Вот так вот. И вот товарищ уже готов. Я его посадила. Этикеточка. Вот. И я хочу насыпать вот этих семян, которые я уже многим и разослала, которые я показывала, которые растет у меня в саду, очень засухоустойчивое растение, оказывается декоративное. И мне кто-то из подписчиков даже написал, как оно зовут, я его узнала. И я хочу ему насыпать, обоим, всем цимбам насыплю, чтобы это растение проросло, и я могла контролировать, насколько влажный субстрат у него, пока не разрастутся хорошо корни. Пока я вот возьму и вместе с горшком не смогу их поднять. Буквально чуть-чуть насыплю, сверху еще насыплю субстратика. И мой товарищ готов. Как он мне нравится, этот цимб. Как у него аромат. Самое интересное, что когда я покупала, стояло их всего два. Листва одинаковые, цветы разные. Вот его и цветочек этот был ригатненький, красивенький, красивенький. Напомню сейчас. Вот он. Такой нежный, такой красивый. Главное, пахучий. Так, ну вот, с одной частью разобрались. Сейчас буду садить тот, который для Светы. Вот он тоже уже готов. У него тут тоже так пару корешков, которые я отрежу. Они просто полые. Гнилых корней нету. Все, хороший. Светик, смотри. Чтоб знала, в каком состоянии. Вот буквально два корня. Ну это, наверное, как их рассаживали. Наверное, были когда-то маленькими, их рассаживали потом по два. Они быстро росли. Ну, в общем, я не знаю, трудно предположить, но, в общем, их отрежу я. Вот видите, они как нитки. Они просто сами просятся, чтобы их отрезали. Много и молодых ростов, и почки еще тоже совсем беленькие. Тоже скоро начнут расти. Хороший тоже такой кустик. Ну, они практически идентичные получились. И с корнями, и с ростами, и с молодыми, и старыми. Вот. Это Света так, чтобы ты видела, чтобы ты знала, что я с ним делала. Все мои манипуляции. Корни обрезаются. Ну, и в горшок. Значит, пластиковый горшок, я уже говорила, я его посажу специально. Так, могла бы, конечно, в керамический посадить. Но, то есть, я сказала, не надо. У нее эстетика. Ей нужен горшок для цимбидиума. Именно таких. У нее есть японский. И поэтому она его туда пересадит. Ну, и переслать, конечно, такое будет проще, легче. И в качестве дренажа я ей положила крупную-крупную. Сейчас камень уберу. Крупные куски коры, чтобы легче было. В общем, совсем большие крупные куски. Но он сколько тут у меня поживет. В июне Света приедет. И вся ее братва, которая у меня на каникулах поедет, к ней вместе с этим. Муж еще чуть-чуть. А! Еще ж буду ехать забирать. Заказы из Эквадора там тоже ей будет. В общем, прислала меньше, получит больше. Вот. И субстрат такой же, как и посадила я первый цимбидиум. Ну, что, уже показывать не буду. Тоже аккуратненько его впихается. Тоже он хорошо туда влазит. Корешки подвижные. Аккуратненько. Ставлю его. Засыпаю субстратом. Точно так же все. И присыплю еще... Не присыплю, а посажу еще. Припудрю этими семенами, чтобы они потом выросли. Света, захочешь, вырежешь. Захочешь, нет. Но он у меня пока будет жить. Я думаю, что они быстро взойдут. Они быстро взходят. У меня там уже я некоторым поносевала. Так мало того, что они, в общем, контролируют хорошо влажность. Даже, кажется, хочется полить. И оно стоит нормальное. Значит, и растению тоже нормально. И красиво смотрится очень. Вдруг еще и зацветут на горшке. Там Аня как-то свой показывала. Какое-то у него там... Вот я забыла, что у него только росло. Вот уже в цимбидиму горшке. Ну, так красиво. Так красиво. Мне же само захотелось что-нибудь посадить. Ну, вот теперь посадила эту свою траву. Ну, вот. Утрамбовываю. И сейчас покажу уже конечный результат. Так, ну, вот и второй уже в горшочке. Семена насыпаны, припудрены. Готов. Сейчас буду переваливать свой цимбидиму, который мне присылала Анюта. Их было два. Один погиб, а второй начал хорошо расти. И жить. И мне самой интересно, какие же там корни субстрат. Кто, если хочет посмотреть, какой там субстрат, я вставлю ссылку под видео. Вот он, этот цимбик. Как я их садила. Какой там состав субстрата. И я тогда еще сказала, что я буду его переваливать потом. Это временно. Пластик, это временно. А что-то он у меня стоял вот как в кашповой. И такой хороший горшок, как-то я забыла. Можно бы тоже было его сделать отверстие. Ну, ладно уже. Что приготовили, то приготовили. Я чувствую, что он уже укоренился хорошо. Ну, не совсем хорошо. Но его поднимаешь, и чувствуется, что корнями он там уже за субстрат цепляется. И растет маленький ростик. Но подозреваю, что корней не очень много, потому что сам ростик не очень быстро растет. Вот. Ну, и хочу просто перевалить, потому что лето наступает. Вдруг у нас будет жарко, хоть все еще холодно-холодно. Но вдруг будет жарко, то мне легче будет так поливать. И в керамике всем моим хорошо жить. Ну, так, мне самой интересно, какие же там корни. Так, ну вот. Горшок был большой. Но я не боюсь на вырос садить. Уже у меня уже опыт с этим есть. Если посадить. Вот и весь субстрат. Тут и конская лепешка, и кора, и всяких там сладостей я мешала ему. Камни был дренаж. И посмотрите, вот у нас какие в этом субстрате начали растить корешочки. Какая прелесть. Ну, старые какие-то, да, погибшие. Какие-то рабочие есть. Рабочие, конечно, старые есть, потому что он же питался, долго сидел, потом показал потечку, которая растет. Но так как корней очень мало, он сейчас будет наращивать корневую массу, а потом быстренько начнет хорошо расти вот этот новый рост. Он такой в хорошем тургаре, хороший, бодренький, все время стоял у меня. Ну, сначала, да, покапризничал немножко, потому что долго они ко мне ехали, долго. Потом я пока посадила, потом сравнительно как-то, ну, в течение какого-то недолгого времени он потом начал, было видно, что корни начали работать. Он все лучше и лучше. Потом почка эта показалась, может, месяц, может, полтора назад, может, два назад, точно не скажу. Ну, в общем, опять же, классический мой вариант. На камне, на дно так, чтобы, если он на улице будет стоять, сразу под открытым небом. Сейчас, конечно, я под открытое небо их не поставлю, пока хорошо не адаптируются в этом новом субстрате после пересадки. Вот, очень много пемза я сюда ложила. В общем, кто хочет субстрат, может посмотреть там состав. Я как раз вместе мешала этот субстрат. Ссылка под видео, в описании, как я их садила. И тут уже никаких отхождений, никаких импровизаций. Этот же субстрат, я его и посажу. Единственное, что я сейчас в этот субстрат брошу еще немножко этого греческого субстрата. Вот, буквально, одну горсточку. Вот, так, чтобы его чуть повкуснее еще сделать и помягче, потому что он был очень такой грубый, потому что корней не было, а горшок большой, чтобы было и влажно, и много воздуха, чтобы он там и не закис, и не загнил. Вот. Ну, а теперь уже, когда корни начали расти, тем более, сейчас уже весна, такой сезон, почти уже лето, тут и весна в помощь, хорошо буду расти. Видите, какой грубый субстрат. Много, очень крупной пемзы я бросала, и мелкой, и лечузы, в общем, сейчас я этот весь субстрат в отдельную плошку пересыплю, и на этом подносе аккуратненько, чтобы не сильно сореть, буду садить. А когда-то этот поднос, это поднос для пива. Я его когда-то купила на блошином рынке, он мне так выручает, так мне нравится. В общем, ну и с этим цимбиком вообще легко и просто. Корешки вниз как-то хорошо росли, и их не очень много. Посредний горшок поставил, субстратом засыпил, и вся красота. Стараюсь я так это, боюсь, всегда, в последнее время, когда кого-то сажу и пересаживаю, молодые росты зацепить и обломать. Что-то у меня в последнее время прям искусство какое-то, снайперские. Единственный ростик, и не дай бог сломать. У него-то было два совсем маленьких ростика, таких они недоразвитые, так у него и остались. Не буду уже показывать их. Они, наверное, и отсохнут. Ну, хорошо, начал хороший рост, с хорошим потенциалом. И вот сейчас, как только корневая нарастет, будет чем хорошо кушать. И ростик начнет активно расти. Мне вот знаете, что интересно? Очень многие мне писали, что пробовали тоже мой субстрат. Может, кто-то пробовал и не писал ни разу. Напишите, пожалуйста, если пробовали, какой у вас результат, как ваши сымбики чувствуют себя в таком субстрате, подошло вам или не подошло. Все-таки это у каждого личный выбор, и каждый по-своему садит, и у каждого свои условия. Естественно, результаты разные. Ну, опять же, бруши этих семянчиков вот поверху. И на этом все. Посадила от рецимбидиума. Значит, субстрат у всех влажный, и корни тоже были влажные. Они у меня на улице стояли. И я только завтра проливу их каким-нибудь укоренителем. А через недельку, если все будет хорошо, по листве чем-нибудь пройду. Ну, если все в порядке, и с хаба хорошей будут результаты, то просто уже буду, как и все тоники удобрения, удобрения тоники, без всяких заморочек со всеми вместе. Ну, надеюсь, что они будут очень хорошо расти. Бодренькие они такие хорошенькие. Субстрат я не сильно меняла, ничего там не сильно просто... Перевалочка некоторым, ну, некоторых разделила. Ну, разделился сам, их просто было два. Там, разуму, никому я не драла, не резала. Вынесла их вот на улицу сейчас. Как раз тут уже поле к вечеру. Погодка хорошая для них. Не буду задерживать ваше время. Всем спасибо за внимание. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok